Всем большой привет! Мы сегодня готовимся ко Дню Матери, который будет в воскресенье. И мы сейчас будем лепить пельмени. Делать салатики. На две порции. Два яйца. Соль. Два стакана воды. И взбиваем. И взбиваем венчику. Просеиваем муку. Тесто должно получиться вот такой вот консистенции. Но главное не переборщить с мукой. Надо, чтобы тесто хорошо слеплялось. Очень хочется пельмешей прям. А еще мы сегодня будем делать новый соус. Лицо, конечно, белое становится. Восемься. Фарш у нас говядина и свинина 50 на 50. Нет, свинины побольше. Чтобы пассачьей были. Я сниму, как ты лепишь. Вот как вот это. Трама кука. Трама кука. Трама кука. Процесс доведен до автоматизма. А знаешь, давай? Мне это вот одно удовольствие. Пельмени запускаем в кипящую подсоленную воду. И варим 10-15 минут на готовности. Я еще добавила лавровый лист. Они когда еще не замороженные. Они же не замороженные были. Можно 10-15 минут. Ну и все. Пельмени готовы. Сейчас мы будем готовить новый соус. Как соус не говорится? Да я откуда знаю. Понадобится вот такой краснодарский томатный соус. Чеснок. Уксус. Кинза. И вода. Возьмем. Больше не надо, конечно. Пекинзу мелко нарезаем. Молодец. Ну это вот лишнее. И давай еще. Чеснок выдавливаем. Как-нибудь там. Сделай три. Харемаканжо. Достаточно. Можно просто запереметь немного. Скорее. 7. 8. 9. 9. 6. Начем. И что они сейчас? Вот еще, смотри. На такое количество столовую ложку. Немножко добавить. Разбавить. Вот такой белый. А сейчас мы будем готовить новый салатик. Такой мы еще ни разу не пробовали. Понадобятся грибы, морковь, лук, огурцы, картофель. Грибы нужно обжарить. Морковь отварная. Лук нужно обжарить. На растительном масле. И в этот салат еще идут свежие огурцы. И жареная картошка. Картошку перед подачей положить в салат нужно. Грибы обжариваем на растительном масле. И лук тоже обжариваем отдельно. Вареную морковку нарезаем соломкой. Огурцы тоже нарезаем соломкой. Лучок обжариваем на растительном масле. Грибы готовы. Лук обжариваем до золотистого цвета. Всем большой привет! Сегодня 25 ноября. День матери. И я всех, мам, поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Чтобы у всех все было хорошо. И чтобы у вас радовали ваши детишки. А мы сейчас у родителей будем отмечать. И я покажу вам, что мы приготовили. А я уже в таком черном платье. Прям что-то в последнее время я его ношу, но мне прям нравится. Не носила давно, сейчас опять ношу. Вот папа танцует уже. Та-та-ра! А вот Олеся с косичками. Помаши ручкой. Уважаемые подписчики. Я хочу всех, мам, поздравить. А именно мам. С таким праздником, который стали отмечать в России именно. До этого я и даже не знала, что был такой праздник. Я всем желаю, чтобы у вас, у всех женщин, матерей, были такие же дочки, как у меня. Анастасия и Екатерина. Я желаю вам всем крепкого здоровья. Чтобы дети вас радовали. И чтобы всегда в вашем доме было тепло. И чтобы они всегда могли прийти сюда поплакаться. Когда посмеяться. И с хорошим, и с плохим. То есть родительский дом был для них самым лучшим местом на земле. Поздравляю вас, дорогие мамочки. Целую вас. Обнимаю. С уважением к вам. Мама Настя. Марина Викторовна. Марина Викторовна. Мама у меня. Я безумно счастлива, что у меня такая замечательная мама. Позитив. Позитив. Мама у меня, как всегда, гостеприимна. Ждем гостей. И сейчас мы доделываем салат. Туда пойдет жареная картошка. Новый салат как раз потом надо будет рассказать. Еще тут мама наготовила пицца. Салат заправляем майонезом. И картофель. Надо, чтобы она немножко остыла. Немножко. Много не надо. Это соус. Руки мойте. Папа сейчас расскажет, что мы приготовили, что мы будем сейчас кушать. Так что мы еще ждем гостей. Ну давай, рассказывай пока. Пять разных соусов в сочетании с банальной картошкой дает оригинальный неповторимый вкус. Потом селедка под шубой, капуста квашеная, морковка по-корейски. Это типа пицца, но сделано нашими руками. Здесь огуречки, ну и селедочка, не скумбрия. Подводочку. Скумбрия под водочку. Там пельмени сейчас мы будем угарить. Здесь будут пельмени будут. Здесь вот так вот. Компорт вот абрикосовый. А вот этот подарок. Сегодня день матери, надо сказать еще. Тебе же самые крутые подарки. Ну похвастай, смотри. О! Вот! Это пицца маминого приготовления. А это сладкий пирог к чаю. С яблочной начинкой. В итоге вот это у нас новый салатик. Сейчас мы будем пробовать, оценим, потом расскажем вам. Как получилось в итоге. Постегись. Я бы мужчина была. Нет. Я нарисую ловочек, красками ожидаем. Возрастка больше нет. Знаешь, я не знаю. Что тебе дочки подарили? Вот сколько. Тут фаберлика, а тут и фраше. Тима, нам видишь? Я безумно счастлива, что у меня такая мама. Классная, позитивная, энергичная. Просто супер. В итоге вчера мы хорошо отметили праздник, повеселились с семьей. Я вообще счастлива, что у меня такая мама на позитиве, всегда бодрая, энергичная. Знаете как, для молодых мамочек, у кого еще маленькие дети, могу дать такой совет, что нужно с детьми почаще общаться о жизни именно. Маленькие дети, они все воспринимают как должное, и мало кто ценит настоящую любовь, заботу, и многие не понимают, дети еще маленькие, не осознают, что для них делают родители. Кто там с тобой, например, в трудную минуту, мама тебя лечит, мама тебя кормит, мама тебе все стирает, мама, по сути, для тебя все делает. Поэтому ты тоже постарайся и помогай во всем маме. Ну, то есть, такие, знаете, беседовать надо с ребенком часто. Еще раз всех поздравляю с Днем Матери. Желаю всем, всем женского счастья, любви, добра и, самое главное, внутренней гармонии. Чтобы все было хорошо. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Ставьте лайки. А вообще, у нас всегда весело проходят праздники, потому что мама всегда приготовит программу, все продумает. А, вспомнила, что еще хотела сказать про салат. Я не могу сказать, что он мне супер-пупер понравился. Я все-таки больше люблю классические салаты. Мой любимый селедка под шубой. Ну, это так для разнообразия можно приготовить. Теперь точно всем. Пока. 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 Пока.